Празднование Рождения Спасителя дает еще один повод для благодарности. Это, в свою очередь, меняет отношение к жизни и особо меняет отношение к отдельным ее событиям. Сейчас мы все переживаем страшные события, что происходят в Украине. Смогут ли рождественские праздники повлиять на окончание кровопролития? И может быть привести к началу переговорного процесса, как многие из нас желают и молятся об этом? В истории не было еще прецедентов. Но были короткие дни перемирия в праздничные рождественские дни. Хорошими иллюстрациями являются примеры совместного празднования Рождества окопными солдатами вражеских сторон во время Первой мировой войны. Недавно читал воспоминания одного британского пулеметчика, который писал, находясь в окопах, сражаясь с немцами в Первой мировой войне. Находясь в траншеи, в голоде, в холоде, в постоянном ветре, в шуме, в страхе, он написал одно такое послание, которое осталось на множество лет вперед. Давайте сейчас его послушаем. Я был здесь, в этом ужасном глиняном окопе, в тысячах милях от дома, холодный, насквозь промокший и покрытый грязью. Отсюда невозможно уехать, разве что в санитарной машине. Поздним вечером, далеко за полем, среди темных теней, я услышал громкое бормотание. Я спросил у своих друзей, вы слышите, как Боши, то есть немцы, начали шуметь? Да, последовал ответ, это продолжается уже около получаса. Когда мы прислушались, то поняли, что немцы пели калятки, так как был канун Рождества. В темноте некоторые из британских солдат начали петь в ответ. Внезапно мы услышали растерянный крик с другой стороны. Мы все остановились, чтобы послушать. Крик повторился. Голос принадлежал вражескому солдату, который говорил по-английски с сильным немецким акцентом. Он кричал, идите сюда. Один из британских сержантов ответил, выйдите полпути, а мы идем полпути. То, что произошло потом, было невероятным. Вражеские солдаты начали нервно вылезать из своих окопов и встречаться на заполненной колючей проволокой ничейной землей, разделявшей наши армии. Обычно мы общались пулями. Лишь изредка, допуская джентльменское поведение, беспрепятственно собирать мертвых. Но теперь были рукопожатия и добрые слова. Солдаты делились скромными угощениями и пели вместе песни, устроив стихийный праздник холодной ночью. Я не мог поверить своим глазам. Вот перед нами стояли настоящие, хорошо обученные солдаты немецкой армии. Но ни у нас, ни у них не было и атома ненависти. Такие примеры не ограничивались только этим полем боя. Начиная с канула Рождества, небольшие группы французских, немецких, бельгийских и британских войск установили перекрещение огня на Западном фронте. А также поступили подробные сообщения с Восточного фронта. Некоторые из этих неофициальных перемирий действовали в течение нескольких дней. Для тех, кто участвовал, это был безусловно долгожданный перерыв в аду. Когда в конце июля 1914 года началась война, большинство солдат рассчитывали, что она быстро закончится. И не будет дома со своими семьями как раз в день рождественских праздников. Война не только затягивается, но еще на 4 года, но она окажется самым кровавым конфликтом за всю историю. Промышленная революция сделала возможным массовое производство новых разрушительных орудий убийства. В том числе самолетов и орудий, способных производить сотни выстрелов в минуту. Плохие новости с обеих сторон привели к резкому падению боевого духа солдат. Огромные потери просто ошеломляли. В 1914 году подошла зима и наступили холода. Западный фронт растянулся на сотни миль. Бесчисленное количество солдат бедствовало в окопах на фронтах. А десятки тысяч уже погибли. Описание рождественского перемирия находится в многочисленных дневниках и письмах того времени. Один британский солдат, стрелок по имени Джордж Риддин, написал жене письмо домой, описывая это событие. Моя рота оказалась на линии огня в канун Рождества. И была моя очередь идти к посту разрушенного дома и оставаться там до шести утра в день Рождества. Рано утром немцы начали петь и кричать на ломаном английском языке. Они кричали, ты стрелковой бригады, давай встретимся. Мы пройдем половину пути, а ты пройдешь другую половину. Позже в тот же день они подошли к нам и наши ребята вышли им навстречу. Я пожал руки некоторым из них. В тот день мы не стреляли. И все было так тихо, что казалось сном. Другой британский солдат по имени Джон Феррсон вспоминал об этом так. Здесь мы смеялись и болтались с людьми, которые всего за несколько часов до этого пытались нас убить. В других дневниках и письмах немецких солдат было указано, что в окопах сжигали свечи и ставились рождественские елки. В других отчетах описываются яркие сцены, когда люди помогали вражеским солдатам. Они помогали собирать погибших, которых было много, очень много. Один британский боец по имени Эл Вьюнсон позже описал интервью, которому поставил свои воспоминания о футбольном матче, который проводили на ледяном поле. Мяч появился неизвестно откуда. Один парень зашел в ворота, а потом была просто общая игра. Я думаю, что в ней участвовало около двух сотен солдат. В конце концов, англичане принесли футбольный мяч из своих окопов. И довольно скоро завязалась оживленная игра. Как чудесно, но и как странно это было. Точно так же относились к этому и английские офицеры. Таким образом, Рождеству, празднику любви удалось на время объединить смертельных врагов и сделать их друзьями. Степенно новости о Рождественском перемирии попали в прессу. Рождество пришло и прошло. Это, безусловно, самый необычный праздник, который когда кто-либо из нас праздновал, писал один солдат в своем письме. Сколько же людей участвовало в этом событии? Сколько же людей праздновало это Рождество? В статье журнала Time, посвященной столетию этих событий, утверждается, что в них принимало участие до ста тысяч человек. Не все немцы радовались этому. В одном сообщении немец ругал своих однополчан во время Рождественского перемирия. Такое не должно происходить в военное время. У вас совсем не осталось немецкого чувства чести, писал этот немец. И этого 25-летнего солдата звали Адольф Гитлер. Ни одно высшее командование не было в востоке от этого праздника. 7 декабря 1914 года Папа Бенедикт умолял лидеров сражающихся наций заключить Рождественское перемирие, прося, чтобы пушки замолчали хотя бы в эту ночь, когда пели ангелы. Заявление было официально проигнорировано. Поэтому, когда спонтанно вспыхнуло перемирие, лидеры всех армий, как сообщается, пришли просто в ужас. Британский генерал написал в своем письме. Это лишь иллюстрация того апатичного состояния, в которое мы постепенно погружаемся. В некоторых отчетах о Рождественском перемирии говорится, что солдаты были наказаны за такое поведение. А высшее командование отдало приказ, чтобы этого никогда больше не повторилось. До конца Первой мировой войны конфликта, который в итоге унес около 15 миллионов жизней, в Рождественских перемирий больше не было. В 1914 году эти праздничные посиделки наполнили всем участникам, что войны ведутся не роботами, а людьми, которые хотят верить и жаждут любви. А Рождество – это праздник любви и надежды. Пока еще люди помнят и вызывают Спасителю, у человечества есть надежда. «Слава, Вышник Богу! И на земле мир, в человеках благоволение!» Сказали ангелы миру в день рождения Спасителя Иисуса Христа. Для христиан истинное значение Рождества – это празднование Спасителя Иисуса Христа. Мы знаем, что поверя во Христа, Он сделал нас сыновьями и дочерьми Божьими. Небеса однажды станут нашим домом. Возможно, это поможет нам иначе взглянуть на Рождество в этом году. У каждого есть шанс по-настоящему поделиться чудом и трепетом этого события. Каждый из нас может стать ангелом, приносящим в жизнь других людей мир, любовь, радость. Благодаря Рождеству у нас есть надежда, которая исполнится у тех, кто верит Ему. Пусть для полноценной жизни каждого звучат слова Господа. Верь, и увидишь славу Божию. Друзья, с Рождеством Христовым! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова